Государство оплатит IT-учебу. В этом году россиянам начнут выдавать сертификаты на обучение цифровым навыкам. На первом этапе их получат 5000 человек. Фото. Это, конечно, капля в море, но надо с чего-то начинать. Пока в стране будут жить аналоговые граждане, вряд ли в ней появится полноценная цифровая экономика, говорят эксперты. Как показал опрос аналитического центра Нафиана «Цифровая экономика», в улучшении своих навыков в сфере информационных технологий заинтересована в основном молодежь. Минус. В России создадут цифровой профиль гражданина. Персональные цифровые сертификаты – это стимулирующие выплаты, которые государство будет выделять на освоение гражданами базового программирования, основ работы с данными или коммуникации в современных цифровых средах. У россиян появится возможность формировать индивидуальные траектории развития на основе персональных профилей. С помощью сертификата можно будет пройти программу обучения в онлайн-режиме или очно, обратившись в организацию, предоставляющую образовательные услуги, которые отвечают потребностям экономики нового типа. Как рассказали Эргей Ивана цифровая экономика, для получения сертификата нужно будет направить электронную заявку специализированному оператору и при желании пройти тестирование для формирования персонального профиля компетенций. Сделать это в 2019 году смогут жители регионов, выигравших заявку на апробацию системы, а впоследствии все остальные. Сертификаты будут адресованы в первую очередь взрослым, заинтересованным в развитии своих цифровых компетенций, рассказал Андрей Сельский, директор по направлению кадра и образования АНО «Цифровая экономика». Использовать их можно будет на дополнительное профобразование, соответствующее критериям, которые сейчас прорабатываются. Планируется, что к концу 2024 года обучение с использованием цифровых сертификатов пройдут миллион граждан. Программы обучения с помощью цифровых сертификатов будут востребованы россиянами, уверены эксперты. Каждый второй житель страны хочет улучшать свои знания в сфере IT, показал опрос. Чаще обучение хотят проходить те, кто оценил свои знания как среднее или хорошее, то есть речь идет не об обучении цифровым компетенциям с нуля, а о развитии уже имеющихся навыков. Более половины граждан, 57%, отметили, что если бы они были знакомы с IT-технологиями на более высоком уровне, то смогли бы найти лучший вариант трудоустройства. Каждый второй гражданин России хочет улучшать свои знания в сфере информационных технологий. Сегодня уровень цифровой грамотности россиян 52 пункта из 100. На фоне большинства стран сформирующейся цифровой экономикой не очень высокий показатель, констатирует Тимур Аймаледдинов, заместитель гендиректора НАФИ. Между тем цифровизация экономики – это результат цифровизации общества, развития нового типа мышления. В этом контексте цифровая грамотность – основа основ, примерно как в ситуации с общей грамотностью 100 лет назад, когда был принят декрет о ликвидации безграмотности. При этом и тогда, и сейчас желание учиться часть населения почти не испытывает. Государство вынуждено думать, как эту мотивацию развивать, иначе треть граждан останутся за бортом социальных изменений и вне экономики. Субсидирование обучения IT-технологиям через цифровые сертификаты – одна из возможных действенных мер, полагает Аймаледдинов. Но она станет привлекательной в основном для людей с более высоким уровнем образования и квалификацией, для учащейся молодежи. Средства мотивации к повышению цифровой грамотности рабочего и технического персонала, жителей села, старшего поколения еще предстоит разработать. Технологии общества образования